Всех приветствую. Продолжаю готовить наш турбореактивный двигатель к установке в бмв. В этом видеоролике займемся поджигом смеси. Снял я старый поджиг свой, потому что он умер, ребята. Это электрошокер, который выдавал искру. И через эти провода искра подавалась на свечу. Внутри реактивного двигателя стоят вот такие свечи. То есть они несколько отличаются от автомобильных. Видите, здесь кольцевой разряд. Но эти свечи, ребята, предназначены для поджига бензина, либо газа, либо еще каких-то легко воспламеняющихся сортов топлива. Для поджига керосина применяются вот такие свечи. Она то ли плазменная, то ли еще какая-то. Честно говоря, я даже не знаю, что она из себя представляет. Но она вроде бы как полупроводниковая и создает мощный корончатый разряд. Даже не знаю, друзья, чем ее и запускать. Поэтому пока отложим и будем думать, как запускать через обычные свечи. На заре авиации очень часто применялся поджиг через бензин. То есть сначала подается бензин в основной даже ТРД. Он там зажигается спокойно обычными свечами. Вот такого плана. Ну а потом уже подается керосин. Возможно, я буду делать точно так же. Потому что навряд ли я смогу сразу разжечь керосин. Либо нужно будет делать какую-то специальную приспособу для этого. Итак, ребята, если эта штука сгорела, тут она сразу с аккумуляторами была у меня, то что же теперь делать? Выход, как всегда, есть. И он уже даже приехал из Китая. Выход из ситуации выглядит вот так, либо вот так. Есть такие модули, с помощью которых можно создавать искру. Я их заказал по массе и они уже успели приехать из Китая. Вот сколько штук их у меня. Есть еще вот такой модуль. Этот модуль пришел от моего друга Алексея. Теперь, я думаю, проблем с поджигом не будет. Сейчас мы немножко поэкспериментируем. Зажжем обычную свечу. Посмотрим, как она работает. Этот модуль на 12 вольт и на долговременную работу. Эти они немножко слабее. Хотя вот эта мощная довольно таки. Но они на кратковременную работу и на 3-6 вольт. То есть использовать можно как раз таки вот эту литий-полимерную батарею. Если кто не знает, то ТРД нужно лишь однократно поджечь. Далее горение самоподдерживаемое. Оба модуля с постоянным искрообразованием. То есть никакой прерыватель им не нужен. Единственное, что это долговременного использования и это кратковременного. Подключается очень легко. Два желтых выхода подаются на свечу. Вообще в этом видео я хочу сделать все по красоте, ребята. Чтобы все было надежно и хорошо. То есть это мы сейчас пока что занимаемся испытаниями и пробами. А потом пойдет токарка. Держать ее в руках наверное будет не очень правильно. Поэтому будем аккуратно. Подаю плюс-минус. Должно заработать. Так, это минус, это плюс. Оп! Ну вот пошла искра. Можете слышать и видеть. Главное, чтобы на камеру не пробило. Конечно, автомобильная свечка очень слабо в этом плане работает. Теперь смотрим, как работает от 12 вольтового модуля. Видно, что искра несколько шумнее, несколько мощнее. Заявлено, что как минимум час этот модуль может работать в таком режиме. Пробуем, будет ли зажигаться смесь. Смесь, ребята, очень хорошо зажигается. Но это все, друзья, баловство. Теперь мы подключим модули на авиационные свечи. Так как в ТРД их две, то мы будем использовать сразу два модуля и две свечи. Два модуля используются для надежного запуска. Во-первых, если выйдет одна из строя, то вторая будет работать. Ну а во-вторых, больше шансов, что запустится, когда свечи две. Подкидываю провода и будем пробовать. Сначала одну. Вот так оно работает, ребята. Согласитесь, гораздо мощнее, чем автомобильные свечи. Здесь просто огромный искровой зазор. Так, надо разрядить. Меня уже один раз ударило током. Смотрим, какой зазор. Зазор здесь у нас получается 1,7 миллиметра. Плюс зазор кольцевой и сразу образуется много искр. Теперь пробуем две свечи. Это вообще жара. Такими свечами поджиг должен быть очень надежный. Пробуем поддать газку. Вот он баллон и краник. Всё отлично зажигается. Почему-то здесь нет кругового разряда, а здесь он присутствует. Видимо, ось смещена. Поэтому так работает. Модули немножко нагрелись. 36 градусов. А стол 20 градусов. То есть на 16 градусов примерно нагрелось. Поджигать у нас теперь есть чем. Это очень хорошо. Но что же делать дальше? Не будем же мы просто так приматывать проводки. Свечи здесь очень хитрые. Состоят из двух половин. Вот так они соединяются. И внутри видно канал. Нужно как-то всё это облагородить. Сделать изолятор внутрь, сделать гайку и сделать выход на провод, чтобы нормально всё соединить. Для работы нам понадобится вот такой фторопластовый пруточек, чтобы сделать изолятор. Дюралевый пруточек, чтобы сделать гайки. Попытки найти такой метчик не увенчались успехом. Поэтому будем резьбу нарезать резцом на токарном станке. И самолетные бронепровода. Разбираем провода. Они состоят из вот такой трубочки. Внутри силиконовый провод многослойный. Здесь есть армирующий слой. Какими-то шелковыми нитями шито. И проводник. Проводник посеребренный. В авиации в принципе все провода такие. Вот видите, здесь разделяется. И внутри есть армировка. Берем вот так, состругиваем. Хочу провода залить эпоксидной, чтобы вот эта вещь хорошо держалась металлическая. Не могу я ее завальцевать по заводскому. Поэтому заклею на эпоксид. Но чтобы эпоксид не нарушил контакт, я вообще для надежности припаяю оловом. Вот здесь. Уже запустил паяльник, греется. Капаем немножко кислоты. Вроде бы норм. Прокладку. И нужно просунуть теперь через Г-образное отверстие. Если это удастся, то будет удача. Здесь как бы это не сложно. Так, поехали. Нельзя, чтоб треснул изолятор. Иначе это будет провал. Не хочет идти. Надо сплющить немножко вот здесь. Пошло легче. Есть, ребята. Провод уже внутри. Отлично. Можно насунуть теперь второй слой изоляции. Это какая-то трубка полиэтиленовая. Непонятная. Но она защищает, видимо, силикон от механических повреждений внутри металлической оплетки. Система очень злая. Я, ребята, если честно, кайфую, когда что-то такое необычное и довольно качественное делаю, создаю. Это приносит удовольствие. В конце изготовления, естественно, мы протестим, ребята, как оно зажигается. Немного токара по второпласту. Оплетка здесь двойная. Я думаю, мне двойная не к чему, поэтому разделю. Может быть еще куда-нибудь пригодится. Вот что получается, ребята. Теперь буду точить гайки и заливать эпоксидом. Звучит гайки и заливать эпоксидом. Звучит гайки и заливать эпоксидом. Это я заигрался. Да... Ничего себе! Вы это тоже видели? Токарь 99 уровня. И нарезаем резьбу. Гайка готова. Собираем. Просовываем для начала вот сюда. Вот так. Теперь мы просовываем вот сюда. И закручиваем. Вот что получилось. А вот сюда мы накапаем эпоксид. Чтобы оплетка не вырывалась. Защитил, чтобы не проник эпоксид дальше нужного. И будем пропитывать, ребята. Если вас смущает эпоксид в данной конструкции, хочется вас как-то убедить, что это нормально. Потому что я видел подобное в конструкции ракетного двигателя. А ракетная техника, сами понимаете, гораздо надежнее должна быть. Потому что там тряска неимоверная. Вибрации. И там применяют эпоксид. Я очень, конечно, этому удивился. Но как-то так. Теперь тонкости этого дела. Во-первых, у турбореактивного блогера очень мало времени, ребята. Поэтому приходится сушить эпоксид с помощью горелки. Добавил много отвердителя, чтобы эпоксид застывал быстрее. Вообще-то смола уже схватилась. Остынут детали и можно будет пользоваться. На всё про всё у меня ушло примерно полчаса. Соединил модуль и заливаю эпоксидом. Вот в такую форму. Посмотрим, работают ли свечи и не коротнули ли провода. Вставляю в аккумулятор. Прикрутил модули зажигания к двигателю. Вот они, красавцы. И вот две свечи. Теперь это всё будет выглядеть так, ребята. Давайте попробуем, зажигается ли газ. Пошло искрообразование. Мало газа, надо подавать жидким. Систему зажигания запитал на кнопку. Где-то там оно гудит. Должно работать две свечи. Теперь хочется проверить, будет ли зажигание. Хочется проверить при полной раскрутке стартера. Так что смотрим, что получилось и получилось ли вообще. Раскручиваю стартер, открываю топливо и зажигаю. И смотрим, получится или нет. Тут, конечно, желательно и три руками. Зажигаю... Теперь Отак Forschenski Система запуска работает отлично. На полную открывал пропан и давал стартером на всю. И всё зажигается. Всё так, как и должно быть. Всё идёт по плану. А это отлично, ребята, отлично. С этим видео всё, ребята. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание. Всем пока.